МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С началом новой трудовой недели мы всех поздравляем и предлагаем поработать. Точнее, работать будем мы, а вы просто смотрите и слушайте. Это программа Добрый день, Тюмей. С вами Ольга Солоницына. Начнем, пожалуй. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пестрят заголовками ленты федеральных агентств. Давайте порадуемся за этих людей, но говорить мы будем о других, которых больше. Наша первая тема – поддержка в приобретении жилья. На что мы можем рассчитывать здесь, в Тюменской области? Давайте приветствовать в студии начальника управления жилищной политики Главного управления строительства области Валерия Киселева. Олег Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Хочу поздравить вас с прошедшим праздником, с Днем строителя. Спасибо большое. Ну, говорить, конечно, мы будем не о празднике, а о жилищных программах. Какие на сегодня в Тюменской области существуют варианты приобретения жилья с помощью бюджетных средств? Ну, вообще у нас действует целый комплекс жильщих программ. Их более десяти. Это и предоставление жилья детям-сиротам, это и переселение с аварийного жилья, это, безусловно, наши молодые семьи, это инвалиды, ветераны боевых действий и так далее. Программы самые разные, но там основные меры это предоставление субсидий на покупку жилья либо предоставление займа. Субсидии – это безвозмездное, то есть какую-то сумму денег тебе дают, а займы их нужно возвращать? Да, совершенно верно. Какой процент? У нас очень хорошая программа, процент у нас льгот, он составляет 1% годовых. 1%. Серьезно? Да, и займ дается под 10 лет. Ничего себе, просто сейчас ипотека, ну, если 9% найдешь, то, конечно, такого лакомым кусочком, конечно, можно воспользоваться. Таких условий мало где можно найти. Вот смотрите, еще субсидии и займы на приобретение и на строительство. На что люди берут? На приобретение или на строительство больше? Ну, вообще анализ показывает, что в основном у нас люди берут на приобретение, покупают как первичное жилье, так и жилье на вторичном рынке. То есть тут на выбор получателя мер господдержки. У нас надо понимать, что главный критерий, чтобы попасть в программу, это наличие нуждаемости в улучшении жилья. То есть либо отсутствие жилья от собственности, либо если ты имеешь собственность, либо по соц.айму, оно у тебя меньше по установленной площади. А какая у нас норма установки? Норма у нас 15 метров. А норма предоставления не менее? От 18-ти и выше. От 18-ти. В новой системе долевого строительства есть ли место участникам программ? Место есть. У нас уже сейчас молодые семьи могут покупать жилье, в том числе по договору долевого участия в строительстве по системе счетов и скроу. У нас работники бюджетной сферы могут покупать такое жилье. Это единственное, пока у нас ограничение, строящийся дом должен иметь строительную готовность, не менее 70%. К сентябрю в месяц мы по работникам бюджетной сферы поменяем нашу программу, дополним ее, и мы позволим покупать им жилье тоже по счетам и скроу. То есть начиная на стадии крылована. Потому что это безопасная система приобретения жилья. То есть раньше наши бюджетники, они были защищены от того, чтобы, не дай бог, не стать этими обманутыми дольщиками, вот этим вот списком застройщиков и процентом готовности. Да, мы оттолкивались. А сейчас, получается, такой необходимости и нет, в общем-то, да? Ну, сейчас деньги фактически у нас, говоря просто языком, страхуют банк, поэтому это безопасная система. Это ограничение будет снято. Так, что касается программ для работников бюджетной сферы. Помнится, когда она начиналась, летом, 5-6 назад, в ней могли участвовать работники сферы образования и сферы здравоохранения. Сейчас как-то расширился список этих сфер? Да, мы программу постоянно совершенствуем. Список у нас на самом деле расширился. Там мы дополнили работниками культуры, работниками физической культуры, работниками органов занятости населения и работниками соцзащиты. Но мы говорим о тех учреждениях, которые принадлежат Тюменской области, городу Тюмени, да? Говоря простым языком, это наши муниципальные и областные учреждения, за исключением органов власти. Это школы, больницы, дома культуры и так далее. То есть проблемы, жилищные проблемы сотрудников ВУЗа решаются уже федеральным министерством, да, я так правильно понимаю? Федеральная структура решается, вопросы сами, да. Вот давайте, если так на язык цифр перейти, за все время действия, ну, за пять лет действия вот этих вот программ к социальной жилищной поддержке, сколько людей решили свой квартирный вопрос? Ну, арифметика простая. Мы в среднем ежегодно порядка трех тысяч семей у нас включают жилищные условия при помощи мер господдержки областного бюджета. То есть за пять лет это порядка 15 тысяч семей. 15 тысяч новосилий, да? Скажите, одно время ходили слухи, что программа «Молодая семья» закрывается, прекращается, такие тревожные. Что в итоге-то? Ну, если говорить в целом, то у нас ни одна из наших программ свое действие не прекратила, в том числе эта программа «Молодая семья», она продолжает действовать. Я думаю, что к минимуму ближайшие 3-5 лет она останется без существенных изменений. Программа эта очень востребованная, у нас около 600 семей ежегодно получают соцвыплаты либо от займа. Ну, надо понимать, что эта программа, она нацелена на поддержку прежде всего семей многодетных. То есть тех, которые имеют 3 и более детей. Поэтому, если эта семья зашла в программу позднее, чем семья, которая не является многодетной, многодетная семья, не многодетную, обгонит. Понятно. Ну, тоже есть доля здравого смысла. А что на следующий год? Финансирование по всем программам, которые мы перечисляли, оно будет продолжаться? Финансирование, безусловно, продолжается. У нас остаются те же самые приоритеты, те же самые программы. Отдельно мы делаем акцент на расселение аварийного жилья, потому что это у нас все погружено в национальный проект «Жилье и городская среда». Ну и, соответственно, мы также будем давать субсидии бюджетникам, будем помогать молодым семьям, детям-сиротам, ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим гражданам, всем нашим категориям, которые предлагаются по закону «Жилье». А что касается предоставления займов работникам бюджетной сферы, Тюмень и Тобольск по-прежнему остаются? Да, у нас пока Тюмень и Тобольск. Есть там у нас отдельные моменты по работникам тренарных служб, там небольшая программа, они могут брать себе денежно-средственное приобретение жилья по месту работы, то есть в том числе в муниципальных районах. Скажите, а как решается момент, например, если, я уже взяла ипотеку, на погашение ипотеки каким-то образом можно направить средства государственной поддержки? Можно, можно направить на погашение ранее взятой ипотеки, можно направить на приобретение жилья. Единственное, жилье, если мы говорим про работника бюджетной сферы, должно быть на рынке приличного жилья, то есть это новостройка, и ты покупаешь квартиру у застройщика непосредственно. То есть мы этим самым пытаемся из этой системы исключить, скажем так, спекулянтов, которые жилье перепродают с неценкой. И давайте в завершение беседы еще раз, раз, два, три, кто в Тюменской области может рассчитывать на участие в программе государственной жилищной поддержки? Во-первых, это семьи, у которых наблюдается недостаток жилой площади, либо отсутствие жилья. То есть это семьи, которые стоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жильевых условий, либо которые могут поставить на такой учет. Ну и, соответственно, идет привязка у нас к норме предоставления, да, это 18 метров, это отсутствие жилья в собственности. Ну и, соответственно, с ним уберем там категории, где же там, ну, это инвалиды, сироты, ветераны и так далее. При этом учитывается наличие жилья не только в Тюменской области, но и вообще... Безусловно, при постановке на учет проверяется полностью вся история обеспечения жильем гражданина. Через органы Росрегистра мы делаем запросы, смотрим, какое жилье у него было, что он продавал и так далее. Ну, хочется пожелать дальнейших успехов на этом пути. Спасибо большое. Спасибо. Друзья, на государственных программах поддержки в решении квартирного вопроса мы говорили с начальником управления жилищной политики, главным управлением строительства Тюменской области Валерием Киселевым. И вот, что будет далее. Смотрите далее. Добавить городу красок. Стрит-арт. Нужен ли он Тюмени? Ну, а теперь выходим в город. Стены Тюмени, а также трубы, асфальты и трансформаторные подстанции часто становятся холстом для уличных художников, как безымянных, так и известных. Скоро ждем очередную инъекцию искусства в городское пространство на нашу фестиваль «Морфология улиц». Много, конечно, вопросов у нас есть к его организаторам, но первый вопрос, друзья, вам. Потому что мы с вами в этом городе живем. Мы с вами по этим местам ходим. И мы с вами на это смотрим. Итак, наш опрос о вашем отношении к стрит-арту в Тюмени. Первый вариант ответа. Отлично, нужно еще больше. Второй вариант. Нормально, но уже хватит. И третий вариант для тех, кто категорически против, кто считает, что все стереть и все отмыть нужно. Опрос уже запущен. Но вот вам для начала информация к размышлению. Ведь то, что мы называем стрит-арт, это явление не такое уж и новое. Просто теперь все чуть-чуть по-другому. Другие темы, другие краски, другие материалы. Итак, советское уличное искусство против современного в нашем сюжете. Здание Тюменского дома печати строили по типовому проекту. От других его отличает настенная мозаика. Полотно площадью 180 квадратных метров придумали и сделали художники Московского комбината декоративного искусства. Называется оно «Печать. Голос времени». Я думаю, что здесь изображено все то, что творится в мире. Все новости, которые происходят, они как-то взяты и скомпонированы в одну мозаику. Ну, видите, освобождение полосатое. Это значит, что пленный. Люди горят с одной стороны, которые помогать им пытаются. У них это, видимо, не получается. Зданий со смыслом в Тюмени немного задуматься. Над монументальным искусством можно у дворцов культуры. Нефтяник, строитель. Убрать монотонную плоскость в советское время при помощи мозаики. Архитекторы попытались и на здании колледжа искусств. Однако сохранить оригинал не получилось. К сожалению, при реконструкции мы утратили эту мозаику. Была сделана попытка наложить воспоминания, что ли, об этой мозаике. Она была сфотографирована, отсканирована. И керамическая плитка, которая была заказана в Германии, она уже укрупненно рассоздавала все вот эти нюансы. Такие изюминки на зданиях появлялись за счет министерств, которые выделяли значительные деньги на строительство городских объектов. Почему мозаику не используют сейчас, ответ очевиден. Это достаточно дорогое удовольствие. Авторский генератор довольно большая составляющая. Потом мозаика – это ручной труд, как нужно было приготовить смальту, узкими полосочками. Потом надо было нарязать на мелкие квадраты. Уличный художник Никита такие картины рисует во многих городах мира. В Тюмени благодаря ему трансформаторную будку на улице Имской украшает человек с птицей. Такие графичные образы. На самом деле я тоже делаю уже не первый год. И они есть в разных городах. И по России, и за рубежом я рисовал. Мне этим нравится, что они отчасти и абстрактные, и зритель может по-своему складывать эти сюжеты. Стрит-арт – это эхо монументального искусства советского периода. Правда, не на века, а на год или два посредством художникам пока только небольшие строения. Одна из последних работ – трубы теплотрассы. Казалось бы, именно уличные живописцы могли бы перебраться на фасады жилых домов и убрать ежедневную серость, но… В первую очередь, конечно, финансово не готовы Тюмень тратится на монументальные рисунки раз, а во-вторых, у нас, в принципе, в вузах художественных нет такой дисциплины, как монументальное искусство. Чтобы сделать большой рисунок, нужны большие все-таки основательные знания в этом, или хотя бы какая-то практика, какая-то база, теория. Я бы готов вытащить кого-то на стены, но некого. Шанс вернуть настенную живопись все же есть. Тюменские предприниматели привезли из-за границы принтер-гигант. На фасад можно нанести рисунок любого размера. Можно оформлять фасады, единственное, что нужно дополнительную защиту для чернил, чтобы они не выгорали, то есть специальным лаком ОФ покрывать. В целом, без проблем, то есть, лишь бы ни ветрен, ни дождь, хорошую солнечную погоду можно печатать. Робот нанесет рисунок быстрее и дешевле, чем художник, но приживется ли этот аппарат в Тюмени, пока не ясно. Сейчас современные архитекторы подчеркивают индивидуальность зданий более привычными, дешевыми материалами, металлом и стеклом. Причем, по словам критиков, порой их задумки необоснованы и неуместны. Например, прозрачные балконы, которые жители начинают захламлять, или зеркальные фасады, ослепляющие в солнечные дни водителей. Увы, иногда современные архитекторы в погоне за креативом забывают о безопасности. Итак, продолжается вопрос на тему вашего отношения к уличному искусству в Тюмени. Нравится ли оно вам или просто нормально, или вы за то, чтобы все смыть и все оттереть? Голосуйте. Ну, а людям, которые сейчас появятся в нашей студии, задавать этот вопрос мы не будем, поскольку положительный ответ очевиден. Гости программы «Добрый день! Тюмень!» Сегодня организаторы специального арт-проекта «Морфология улиц», руководители менеджер проекта, Юлия Саначина и Мария Копытова. Девушки, здравствуйте, приветствуем, проходите к нам, присаживайтесь. Конечно, вопрос, опроса нашего мы вам не будем задавать, но как вы думаете, какой все-таки ответ победит? Да, надо больше, нормально, или все стереть и отмыть? Ну, так, честно говоря. Как думаешь? После такого положительного сюжета все-таки положительный. Конечно. Между прочим, я думаю, что наша беседа с вами тоже каким-то образом повлияет на участников опроса. Мы надеемся. Поэтому начинаем. «Морфология улиц» он уже не первый по счету. По проекту. Какой? Второй. Первый проект проходил в 2017 году. Тогда у нас было 28 как раз итогов работ. И помимо того, что у нас не только в Тюмени аккумулировался этот проект, также у нас были в Ишиме, в Тобольске, в Елутровске. Сейчас стадия приема заявок. Верно. А сколько уже заявок поступило? На данный момент поступило около 100 заявок. По всем трем направлениям в сумме, да, наш внутренний показатель уже пополнился. Нормально, 28, да. 30 участников по каждому направлению, поэтому мы будем отбирать лучших из лучших, смотреть по наполняемости заявок, опыту участников. Но тем не менее, прием заявок продолжается. Еще когда он будет? До 16 августа. А, ну еще, считайте, есть неделечка. Так что готовьтесь. Какая тема предложена участникам в этом году? В этом году мы предложили тему коллаборации. Не зря это двигатели до креативных индустрий. Мы сами постоянно говорим о том, как мы топим и развиваем креативную индустрию и коллаборация, когда на стыке современное искусство с художниками или коллаборация внутри города, это создает какие-то новые формы. Тот же самый креатив, да, про который мы постоянно говорим. Креативное мышление развивает подход. То есть коллаборация, это ничего-то с чем конкретно, а всего, совсем, взаимопроникновение, перетекание и все такое. Смотря что может выбрать художник, да? Мы даем вообще волю мышления, волю любого подхода. Они могут применить коллаборацию как и совместно, то есть два художника могут попробовать, могут с жителями города, могут с танцорами и сделать какой-то перформанс. То есть здесь воля, воля креатива, воля творчества. Ну смотрите, вы говорите простой человек, простой заявок, уже это прекрасно. В сюжете, тоже ваш коллега сказал о том, что ну вот как бы некого вытаскивать-то, да? Что у нас в Тюмени что-то с 17-го года изменилось в уличном искусстве, стало ли у нас больше творцов? Качественных художников. Несомневно, мы видим прогресс благодаря таким проектам. Просто если бы не было, людям же нужно где-то развиваться, если бы не было таких проектов, конечно бы и не было роста. Но мы же понимаем, что все через мастер-классы, воркшопы, все через лекции, когда мы привозим художников, люди вдохновляют. Самое главное, это вдохновение. Люди вдохновляются, пробуют что-то. Вначале малые формы, затем идут на крупные, да? И реализуют свои объекты уже на большой пространстве, на большой поверхности и тем самым растут. А вот так вот, на скидку, сколько у нас людей, способных какое-то прекрасное уличное полотно создать? Ну там 10, 20, 30? Мне кажется, это сложный вопрос. Это сложный действительно вопрос. Тут нужно пробовать, смотреть. Видите, прежде всего, это же все идет от эскиза и затем уже реализация на объекте. А вот мы сейчас как раз смотрим видео 17-го года, когда начиналась, там первая морфология улиц проходила. Там было очень мало тюменских участников. А в этом среди 100 заявок, сколько из них тюменских? На данный момент это все тюменские участники. Все тюменские? Да. Они подают заявки именно на образовательную программу. Это, кстати, говорит о том, что они готовы обучаться чему-то новому, понимают, что нужно научиться новым техникам, новым рисункам. Что это мир безграничный. Попробовать себя. Есть также ребята абсолютно начинающие, которым просто интересна эта тема, но они хотели бы владеть техниками и попробовать себя в уличном искусстве. Вы сказали о трех направлениях. Что это за направление? Это первое стрит-арт, про которое мы вот говорили. Это непосредственно. Да, в 2017-м это было основное направление, это был стрит-арт. Также стрит-гид и стрит-вир. Так, давайте стрит-арт более-менее понятно. Стрит-гид это что? Стрит-гид это участники нашего проекта будут создавать свой уникальный маршрут, отталкиваясь от эмоций, отталкиваясь от города. То есть посмотреть город необычными глазами, наверное, творца или путешественника, то есть дать новый ракурс. То есть маршрут именно по местам стрит-артовским или в принципе? Нет, в принципе по местам Тюмени. Найти что-то необычное в самых обычных зданиях, бутиках, ларьках у нас в Тюмени. В общем, отыскать что-то необычное у нас в городе, куда было бы интересно сходить не только самому, но и сводить друга, который приехал, откуда-то посмотреть Тюмени. Более того, мы хотим делать эмоциональные маршруты, например, маршрут для романтиков, чтобы он открывал, смотрел, дойдите до Гилевской рощи, посмотрите в три часа, там, например, открывается прекрасный вид. То есть наша цель, чтобы люди видели что-то и создавали что-то необычное в нашем городе, искали. А что будет в результате? Вот у вас будет сколько там человек, 30, допустим, человек заявок в направлении, 30 маршрутов будет, и все, и потом пшип, или что-то дальше? В направлении стрит-гид у нас ребята будут работать командами, мы будем объединять их по три человека, и поэтому мы ждем минимум 10 конкурсных работ по этому направлению. Это 10 уникальных маршрутов по нашей Тюмени, мы будем отбирать самые лучшие из них, и как раз-таки самые лучшие мы зашьем в гид по Тюмени, и будем уже отшивать, его распечатывать и тиражировать по Тюмени. То есть это тот маршрут, по которому реально потом могут ходить влюбленные туристы, которые, например, приехали влюбленные туристы. Стрит-вир, это уличная одежда, да? Почему вообще возникла необходимость, идея именно уличной одеждой заняться? Мы вообще смотрели немножко глубже и понимали, что есть определенный визуальный образ города, и те компоненты, которые создают это, то, на что мы смотрим, например, идя с работы или домой обратно, или, например, то, каких мы людей видим, как они одеваются, или те же маршруты, да, по которым мы ходим, все это визуальный образ города, и мы очень направлены на его развитие. И как раз стрит-вир, как одеты люди, как они могут неформально прийти на ту же встречу, да, как они в целом выглядят, дать им, показать возможность развития этого направления, мы считаем очень важным в Тюмени. То есть в этом направлении принимают участие дизайнеры, которые уже отшили свои коллекции, или они эскизы представляют? На самом деле, посмотрели заявки в этом году, ребят, которые подаются, там есть и ребята, которые отшивают всю собственную одежду, это уже достаточно подкованные ребята, и есть достаточно новички, которым просто интересна эта тема, но для них мы как раз-таки и привозим федеральных спикеров, чтобы они научились, посмотрели, как это делается на день. Мы вдохновляемся, при откройте завесу, вы, наверное, уже анализируете участников, они нам свои эскизы какие-то посылают, смотрите, что там есть такое что-то достойное, заслуживающее внимания, это все будет носиться? На самом деле есть, поэтому, да. А какой пряник, так скажем, какое вознаграждение получит лучший участник вот этого направления? Лучший участник этого направления сможет отшить свою коллекцию, то есть в рамках образовательной программы они как раз-таки продумают концепцию своего бренда, в этом им помогают приезжие эксперты, и они отрисовывают первую свою линейку, собственно, этого бренда, который они придумали, и лучший из лучших все-таки получит возможность именно реализации отшива собственной коллекции. То есть для кого-то морфология улиц дает шанс вообще реализовать свою идею и мечту, да? Итоговый продукт, грубо говоря. Вы очень много говорили о лекциях, семинарах, мастер-классах, давайте еще немножечко поговорим именно о содержательной, образовательной части. Что она будет включать? Она будет проходить в две недели, приоритетно по выходным. Мы привезли по каждому направлению два федеральных эксперта. Если говорить о направлении стрит-вир, это будет Волчок Русакович, это основатель бренда Волчок. Не, ну, клево. Это Александр Селиванов, основатель, да, известного бренда Кодред. Они будут говорить о том, как, то есть они будут говорить все этапы, да, необходимые для того, чтобы ваш бренд состоялся. Также они будут говорить о том, о промоушене, как сделать так, чтобы потом ваша коллекция все-таки услышали, как сделать так, чтобы она зазвучала, чтобы ее купили. Вот. Они будут проходить по всем необходимым пунктам. Скажите, а на эти лекции, вот на образовательную часть могут только участники попасть зарегистрированные, или какие-то открытые лекции тоже будут? Именно сами образовательные лекции, крупные лекции мы хотим делать для всех открытыми, потому что это очень важно, когда мы говорим про развитие, соответственно, нужно, значит, какое-то вдохновение и пример. И, конечно же, мы хотим, чтобы приходили все желающие жить в Тюмени. И расписание этих лекций, мастер-классов, где будет? На сайте, на сайте морфология.рф, да. Ну, а теперь давайте все-таки к живописи городской перейдем, где будут рисовать художники, участники. И, что еще, наверное, более важно, они же не сразу же будут рисовать на улице, потому что если вы всех 30 человек вытащите на улицу, это же может хаос просто получиться. Как технология процесса встроена, да. Сейчас, конечно. Объекты будут самые различные. Это будут как блочные заборы, так и небольшие гаражные постройки. Это также будут небольшие шкафы связи, Ростелекома и трансформаторные подстанции. По-моему, так и называется. Да, Суэнка. Очень сложное слово. Вот. От Суэнка мы сотрудничаем с этими двумя компаниями, которыми также предоставляют нам объекты для того, чтобы наши художники могли себя как-то реализовывать. Что говорить о хаосе? Да. Ребята смогут реализовывать свои проекты с 29 по 2 сентября. Мы отстраиваем для них логистику, поэтому это будет не так уж и сложно. То есть, смотрите, они сначала рисуют проекты, а какая-то конкурсная комиссия их отсматривает и смотрит, и говорит, что да, вот это вот хорошо, а вот это вот нехорошо или как? Это, конечно, будут их федеральные эксперты. Это куратор направления в Тюмени. И поэтому у ребят будут судить профессиональные жюри и будут отсматривать их эскизы, насколько их эскиз подходит к тому пространству, которое они выбрали для своего эскиза, насколько эскиз корректен, интересен для данного пространства. Он встраивается в городскую среду. И самое главное, обратную связь они дают, и художник может быть доработать и посмотреть как-то по-другому на свою работу. А мне вот интересно, как владельцы этих всех трансформаторных, подстанций, телефонных буток, этих заборов относятся к такому предложению разрисовать свою собственность и пытаются ли они влиять на содержание. Там Высоцкого мне нарисуйте, Децела не надо, а Высоцкого нарисуйте. На самом деле очень положительно. Все, с кем мы связывались, достаточно открыто и лояльно. И даже не лезут в творческую политику? На самом деле чуть-чуть пытаются написать нам техническое задание, но мы всегда говорим о том, что у нас фестиваль с открытой тематикой, уже заявлены, это коллаборация, и в основном они с нами соглашаются и готовы принять любые работы, только заранее на них посмотреть. То есть главное объяснить, рассказать, вот именно объяснить саму суть фестиваля, что современное искусство, оно не может быть написано про ТЗ, и художник сам чувствует и видит. Так, еще культуру отношения к визуальному искусству повышайте. Девушки, сейчас я хочу попросить Вас помочь нам подвести итоги нашего опроса. Напомню, что мы спрашивали о Вашем отношении к трит-арту. Нормальное, отличное, или Вы считаете, что все нужно смыть и убрать как можно скорее? Итак, давайте смотреть. О, отличное, нужно еще больше. 87 процентов. Нормально, но уже хватит. 88, все стереть и отмыть всего 5 процентов. Ну, я считаю, что мы предполагали. Ваш прогноз сбылся, но в целом, мне кажется, это говорит о том, что дело, которое Вы делаете, оно, в общем, очень нужно и правильно. Единственное, 5 процентов. 5 процентов. Мы ничего, сколько мы по логе начнем. В ходе Вашего мероприятия, видимо, еще одна такая задача, эти 5 процентов перетянуть к первому. Ну, и нам тоже, знаете, кажется, что когда красивое что-то, его уже не хочется портить, так пусть лучше наши стены, они будут предметом для художников, не для вандалов. Большое дело делаете, хорошее. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо, удачи. Спасибо, спасибо. Только что мы попрощались с организаторами фестиваля уличного искусства «Морфология улиц». А вот какие темы впереди. Смотрите далее. Судьба резидентов. Какие идеи зреют сегодня в Тюменском технопарке? Субтитры подогнал «Симон»!